О развитии сельского и аграрного туризма говорили в этнопарке «Кочевник», где состоялось выездное расширенное заседание Комитета Мособлдума по аграрной политике и потребительскому рынку. Сельский турист рассматриваем не только развитие как вид бизнеса, и это очень важно, что он развивает сельские территории. В январе 2022 года, в этом году, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству в ускоренном варианте заниматься развитием туризма. В хозяйство Алексея Ежелевы представители Мособлдумы и Торгово-промышленной палаты области приехали не случайно. Просили поделиться опытом успешного туристического предприятия. Одно из последних нововведений кочевника – обустройство кемпинга. Здесь все условия для создания такого кемпинга комфортного. Возле воды. И так вообще я пробовал на старой, ну, на бывшем земле поставить и палатки, и все. Но такого, чтобы размаха крепкого, именно круглогодичного, на той территории не было возможностей. Здесь есть. То есть это лето показало, что это востребованная история? Да, я ее просто изучал еще 10 лет тому назад, что кемпингов в России не хватает. Абсолютно их, ну, вот прям, вот только недавно, года 3-4, кемпинги появляются. Ну, вот так полноценно. Нам, что на местном уровне помогают, сейчас нам разрешили сделать автобусные остановки, маршрут 43-й. А потом при поддержке и нашей министерства культуры я бы не получил грант. За грантовые деньги мы поставили сейчас 4 юрты, и после финансировали туалет, душ. Сейчас вот ребята тоже приболели, и в ближайшее время должны поставить еще 2 юрты. Вообще по плану 6 юрт. Кемпинг из благоустроенных юрт позволил Алексею решить проблему размещения туристов, которые хотят остановиться в хозяйстве. Ведь строить капитальные строения на землях сельхозназначения в Московской области не разрешается. А юрты – сооружения разборные и без фундамент. Кстати, Алексей Ежелев получал грант не как объект сельхозтуризма. Кочевник не подходит под существующее определение. Юридические основания не позволяют всех считать сельским туризмом, потому что все-таки у нас сельским туризмом заниматься может только сельхозтоваропроизводитель. Это тот, у кого за предыдущий год выручка от производства сельской продукции составляет более 70%. Но у фермеров, которые производят продукцию, порой остается крайне мало времени для того, чтобы развивать еще и аграрный туризм. Получать на это гранты и самое главное – правильно отчитываться об использовании государственных денег. В этом вопросе готова помочь Торгово-промышленная палата Московской области. Когда человек приходит в грантовую историю, он приходит в основном с огромным желанием и идеей. Но идея – это глубоко не проект, а проект – это не всегда грантовая заявка. И тут очень важно системно готовить индивидуальных предпринимателей и фермеров к получению этих грантов в истории. Соответственно, это какие-то обучающие мероприятия, это обязательно очные встречи, потому что формат вебинаров очень удобен. Но мы все понимаем, что в личной встрече между собой общаются участники. Они могут задать эксперты напрямую по конкретике, по своему вопросу. И уже получив определенную информацию, какие-то снимут вопросы, но какие-то узкие места, потому что нюансы есть во всех грантовых конкурсах, будут сниматься именно так. Этнопарку Кочевник в этом году исполнилось 10 лет. Последний год выдался непростым, так как парку пришлось поменять место жительства. Многое пришлось начинать сначала, но Алексей Ежелев и его команда прошли уже большой путь и строят планы на будущее. Неплохо, говорят, было бы устроить парк народов России. Оксана Мирошникова, Илья Халяпин, программа «События».